В Краснодарском крае уже несколько лет активно реализуется такое направление воспитательной деятельности, как аграрное образование школьников. Актуальность этой работы в нашем земледельческом регионе переоценить невозможно, ведь практически каждому жителю региона хотя бы изредка приходится работать на земле. Славянский район идет в этом вопросе в ногу со всей Кубанью. Интерес проявляемый учащимися и их педагогами. Опытные участки, созданные во всех школах района, научная база станций юных натуралистов уже приносят плоды. В краевом смотре-конкурсе, прошедшем в конце октября в Краснодаре, наша команда, учащихся 6-й и 14-й школ, 1-го лицея и станции юных натуралистов, получила первое общекомандное место. Своими впечатлениями ребята поделились с нашей съемочной группой. Чтобы вырастить домашние овощи и зелень, в любой сезон года не обязательно иметь большой участок. Это утверждение на практике доказала учащаяся Славянского района Маргарита Неделька. Ее станция для выращивания овощей на подоконнике – работа на стыке многих наук. От экологии до электроники. Для успеха в этом микроогороде от человека требуется только посадить семечко, включить установку в сеть и иметь доступ к интернету. А умная станция сама будет растить урожай. Сейчас у людей очень много других завод. Им нужна работа, им нужно получать деньги. А времени на выращивание растений, на теплице не остаётся. Поэтому такая теплица, которой не нужен человеческий фактор вообще, я думаю, она будет очень востребована. Эту установку Маргарита продемонстрировала на краевом смотре конкурсе достижений опытных участков под названием «Щедра Кубанская земля». В нём команда славянцев завоевала первое место среди 25 муниципальных образований края. Мы победили во всех номинациях нашей команды славянского района. Ну и в том числе благодаря и нашим ребятам, которые исследованиями занимаются. То есть это была такая отдельная номинация. Здесь были представлены проекты и по животноводству, и растеневодству. Ну и в том числе вот эта работа, конечно, «Неделька Маргариты», она произвела фурор, поскольку действительно на стыке наука это что-то современное. Это может быть не столько новое, но сколько рационализаторская идея, которую ребёнок со своим руководителем могли развить и представить на суд жюри. Земледелие будущего невозможно без базовых знаний о растениях и агрономии. В изучении этой науки на практике школам помогают созданные совсем недавно опытные участки и теплицы. Плоды этого труда ребята из 6-й и 14-й школ района также продемонстрировали в смотре конкурсе. Многие школы представляли разные красивые корзины, красивые цветы и много чего красиво ставили. Мы тоже также ставили очень много всего красивого, но у нас было больше овощей. У нас на столе были представлены уже продукты, выращенные в нашем земельном участке, такие как яблоки, кабачки. Также были представлены работы 11-х классов, там были уже пекарные изделия, были пироги, пирожки. Невозможно представить себе жизнь Кубани без земледелия и земледельцев. И пусть сегодня многие школьники не связывают свое будущее с этой профессией, все же и они понимают важность аграрного образования. Как это понадобится в будущем, ведь мало ли ты захочешь обустроить свой огород, посадить сад. И то, что ты научили в школе, может понадобиться тебе в будущее. Дома это тоже очень пригождается, потому что мы знаем, как обращаться с какими-то овощами, цветами, потому что мы в огородах тоже работаем. Понимание важности этого обучения самими учениками, грамотный подход педагогов и умение заинтересовать детей темой земледелия позволяют говорить, что в Славянском районе растят агрономов будущего, способных в любых условиях накормить, если не всю страну, то свою семью точно. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова